Продолжение следует... На внешней политике Россия Александровского периода и, соответственно, пара слов про то, что предшествовало войне 12-го года. Мы здесь так для простоты обозначили русско-французскую войну 5-го и 7-го годов, хотя на самом деле Россия просто воевала в составе очередной анти-наполеоновской коалиции, ну антифранцузской. Наверное, это будет корректнее сказать, потому что несколько коалиций появились еще до того, как Наполеон возглавил империю. Вот, соответственно, то, что мы имеем. Александр, в чем-то повторяя политику предшественников, разорвал предыдущий союз. Павел, напомню, заключил союз с Наполеоном. Вот, Александр из него вышел, но и в очередную антифранцузскую коалицию вступать пока не торопился. До тех пор, пока не произошло то, что в современной культуре всяких там боевиков называют Black Ops, то есть тайные операции. Не знаю, насколько официальный этот термин для действительно проведения тайных операций в Америке. Значит, один из немногих уже оставшихся прямых претендентов на французский престол, герцог Энгиенский, был практически выкраден французами из Швейцарии. И после краткого суда, где, в общем, итогов суда был понятен еще до его начала, тайно расстрелян в одной из пещер. Вот, понятно, что Европу это всколыхнуло едва ли не больше, чем в свое время казнь революционерами французского короля. Петербург, естественно, тоже. Город оделся в траур, и Александр отправил официальную ноту Наполеону с выражением, скажем так, крайнего возмущения подобным актом. После чего получил неожиданный ответ, в котором Наполеон, ну, если убрать дипломатические тонкости, говорил примерно следующее. «Чья бы корова мычала, ты своего отца убил». Вот, понятно, что стерпеть подобный Александр не мог, тем более, что в данном случае это было из раздела «Правда, глаза колет». Даже если лично Александр в убийстве участия не принимал, и, может быть, формально и говорил о том, что отцу надо сохранить жизнь. Вот, ну, все прекрасно понимали, что чем все дело закончится. На самом деле, Александр был еще человеком достаточно религиозным. И, естественно, подобная ситуация, вне всякого сомнения, была для него исключительно неприятна. И вот лишнее напоминание, тем более почти прямым текстом, безусловно, повлияло на него. И вот это вот обстоятельство и то, что Наполеон провозглашает себя ни много ни мало императором Франции, и, собственно говоря, приводит к тому, что Россия включается в очередную антифранцузскую коалицию. Вот, наряду с Австрией, Швецией, Королевством Неаполитанским, ну, потом австрийцев сменят пруссаки на непродолжительное время. Вот, и в рамках этой как раз коалиции происходит знаменитое аустралийское сражение. Значит, в чем проблема аустралийского сражения на самом деле? В отсутствии человеческого единоначалия. Ну, любое коалиционное действие, где присутствуют представители двух и более войск, это уже большая проблема. Здесь были русские и австрийцы. Но большую проблему создавало то, что при наличии формального верховного командования со стороны Кутузова в расположении войск находилось аж два императора, русский и австрийский. В свое время, забегая сильно вперед, во время русско-турецкой войны 77-78 годов, когда император Александр II изволил засветиться, так сказать, в ставке главного командования, ему Николай Николаевич Старший, который, собственно, был командующим русскими войсками в этой русско-турецкой войне, прямым текстом сказал, что либо вали отсюда, либо командуй сам. Одно из двух. Потому что, когда император находится в ставке и не является одновременно командующим, соответственно, он становится адресатом для жалоб всех недовольных, и это подрывает авторитет командующего. Вот здесь происходило ровно то же самое, как только кто-нибудь считал, что Кутузов его не услышал, его гениальный план не захотел реализовать, ну или просто он слишком гениальный, чтобы Кутузов его понял. Этот генерал или старший офицер топал прямиком к своему императору и, соответственно, начинал доказывать, что он самый умный, а вот Кутузов не очень. В результате у нас получается даже не двое, а скорее трое командования, не считая амбиции отдельных полководцев рангом пониже, которые не всегда исполняли то, что от них требовалось. Это первая проблема. Вторая проблема, собственно говоря, в том, кто был нашим противником. Это Наполеон, человек, являющийся действительно гениальным тактиком, способным противостоять значительно более многочисленной армии и одерживать в этих условиях побед. По большому счету Наполеона можно, наверное, сравнить с Суворовым, и надо сказать, что, в общем-то, они оба грезили возможностью скрестить шпаги на поле боя и выяснить, кто же из них, собственно говоря, является лучшим полководцем. Суворов тоже гениальный тактик. Поэтому, когда Суворов скончался, Наполеон, судя по всему, был действительно искренне опечален и прислал очень пространное, прочувствованное письмо вдове Суворова с восхищением ее мужа. Мы, собственно, с сожалением по поводу его ухода из жизни, хотя Суворов был уже к этому времени давно как не молод. Но, тем не менее, какие особенности тактики здесь отчасти Наполеону помогли? Дело в том, что, как мы с вами все прекрасно знаем, в любом маломальски крупном городе из-за обилия машин движение по многим улицам, особенно крупным, которые ведут через весь город и позволяют раз из одного конца города в другой, становится достаточно напряженным. Возникают пробки. Например, когда у вас по дорогам идет армия, происходит равнехонько то же самое. То есть, если у вас маломальски крупная армия или воинское подразделение перемещается по дорогам, это происходит достаточно небыстро. Сперва оно входит, втягивается в это бутылочное горлышко в виде дороги, проходит весь этот маршрут, потом, соответственно, там разворачивается где-то, где оно должно принять боевой порядок. Вот это занимает время. Что придумал Наполеон? Собственно, то же самое, что можно видеть в современном навигаторе автомобиля, который показывает альтернативный маршрут, который может быть длиннее, но потом, поскольку вам не придется стоять в пробках половину времени, пока вы едете, соответственно, цели вы достигнете, может быть, и быстрее. Европа достаточно густо была прочерчена сетью дорог и более-менее крупных троп, которые отмечались даже на картах. И, соответственно, Наполеон, вместо того, чтобы всю армию гнать по одной дороге, разделял ее на несколько подразделений, каждое из которых шло к цели по своему маршруту. Какие-то из них прибывали чуть раньше, какие-то чуть позже, но общее время сбора войск происходило значительно быстрее, чем если они шли по одной дороге. Кстати, в каком-то смысле по такому же принципу идет передача, кстати говоря, наших с вами данных. То есть, собственно, обмен данными через интернет, собственно говоря, и вообще по локальной даже сети, он зачастую проходит похожим образом. Ну так вот, собственно говоря, это давало еще одно преимущество, помимо скорости передвижения, еще противнику крайне тяжело было оценить реальную численность армии, с которым предстоит столкнуться. Потому что если армия делилась там на 2-3 части, это полбеды, а если там их частей 10, то отследить их все и определить численность каждой было довольно сложно. Соответственно, дело кончилось поражением русско-австрийской армии, дальнейшим отступлением русской армии, капитуляцией австрийской, ну а затем и прусской, которая сменила австрийцев в этом противостоянии. Но враждовать непосредственно с Россией в план Наполеон на данный момент не входило. Он скорее стремился к восстановлению союзных отношений по образу и подобию его отношений с Павлом. Поэтому, когда, собственно говоря, русская армия вернулась в границы Российской империи, а французы, наоборот, к ней подошли, то Наполеон принимает абсолютно гениальное решение в данном случае о месте проведения переговоров. Дело в том, что если высокие договаривающиеся стороны находятся в равных условиях, переговоры, как правило, ведутся на нейтральной территории. Собственно говоря, это почти универсальное правило, и, скажем так, в некоторых случаях хорошо видно, кто является доминирующей стороной в переговорах. Забегая сильно вперед, аж в Мюнхенский сговор 1938 года, спешу обратить внимание, что лидеры двух демократических европейских государств, Чимберлен и Де Ладье, практически пошли на поклон Гитлеру, поскольку переговоры с ним проходили не просто на территории Германии, но более того в Мюнхене, городе, который, собственно, изначально и принес Гитлеру славу политического деятеля, где происходил пивной путь, и, собственно говоря, таким образом, первая попытка захвата власти в Германии нацистами. То есть это для Гитлера было не просто родными стенами, это практически место силы, если уж использовать мистическую терминологию. Ну так вот, Наполеон, соответственно, если же все-таки вы считаете себя в равном положении с партнером по переговорам, то вы, как правило, выбираете какую-нибудь нейтральную сторону. Но сегодня это там какая-нибудь Швейцария, например, как вариант. Но в XIX веке с дальними путешествиями были некоторые сложности, самолетов особо не было, плыть на корабле долго, и Наполеон тогда отдает приказ своим саперам, а саперы занимаются не только взрывотехникой, но еще и строительством укреплений, мостов и вообще всего, что необходимо. И французские саперы строят плод посредине Немана, на который прибывают русский и французский императоры. То есть это максимально, собственно говоря, нейтральная территория, которую можно было вообще придумать в условиях XIX века и в тех условиях, в которых находились Александр и Наполеон. Наполеон всячески подчеркивает равенство между Россией и Францией, он не ставит Россию в положение проигравшего, но тем не менее, поскольку мы в данном случае действительно сторона, потерпевшая поражение, пускай и далекая от разгрома, бесконечно даже, можно сказать, далекая от разгрома, мы вынуждены были пойти на определенные уступки и заключить с Наполеоном соглашение, в рамках которого мы подключаемся к континентальной блокаде. А континентальная блокада России невыгодна, не только в силу сложившихся за последние годы союзных отношений с Великобриталью, потому что торговля с Англией – это существенный вклад в российский бюджет, собственно говоря, это наш главный внешнеторговый партнер на самом деле. Вторым, в соответствии, стала война со Швецией, поскольку в рамках Тильзитского мира Россия брала на себе обязательства тем или иным способом убедить шведов присоединиться к континентальной блокаде либо по-хорошему, либо силой оружия. Ну, получился второй вариант. Россия это принесла в итоге Оландские острова и остатки территории Финляндии, которые не были включены в Россию к тому времени. Но от войны с Наполеоном нас в конечном счете это не спасло. С одной стороны, Россия не особенно соблюдала условия Тильзитского соглашения и, скажем, с Англией продолжала по факту торговать, хотя и из-под полы, если можно так выразиться. С другой стороны, Наполеон очень активно пытался породниться с династией Романовых, сватаясь сперва к одной, а потом к другой сестре Александра, а тот категорически не хотел видеть Наполеона своим родственником. Так что сочетание, с одной стороны, нарушения существующих соглашений, а с другой стороны, вот, некоторые личные обиды Наполеона, ну, плюс некоторые другие факторы привели к тому, что французская армия вторгается в пределы России. Значит, что мы имеем? Россия у нас не призывная, а рекрутская армия, то есть армия постоянного состава. Соответственно, Россия располагает к началу войны армией примерно в 400 тысяч человек, из которой около 280 сконцентрировано на западном направлении. Но не будем забывать, что еще гарнизоны на местах, кое-кто на, даже в районе Дальнего Востока есть некоторые подразделения, вот, там, ближе к Средней Азии и так далее. Вот. У Наполеона, соответственно, под рукой практически вся покоренная им Европа, то есть общая численность доступных ему войск превышает миллион человек. Правда, в реальности для участия в кампании против России и внутри России он смог выделить относительно небольшую армию в 450 примерно тысяч человек плюс-минус. Вот. На руку ему первоначально играло то, что, хотя неминуемость войны была понятна, русская армия была разделена, ну, на несколько крупных подразделений. Ключевую роль играют первая и вторая армии Багратиона и Барклая де Толли, вот, которые, собственно, попадают на острие главного удара и самые многочисленные. Ну, и несколько подразделений поменьше, которые, соответственно, прикрывают те или иные направления, в частности, Чичаговская армия, которая защищает Россию со стороны Турции, если та решит поучаствовать. Вот, к слову сказать, как раз у нас, прошу прощения, далеко ускакал, Барклая де Толли, военный министр, формально старший по положению, но официально главнокомандующим всеми русскими войсками не назначен, и командующий первой армией, по происхождению шотландец в основном. Вот, и Багратион, представитель грузинского рода Багратидов, более популярный, несравненно более популярный в армии, чем Барклай де Толли, соответственно, командующий второй армии. Надо сказать, что большой любви между этими полководцами не было, но в условиях вторжения Наполеона они проявили определенное единодушие и действовали совместно. Хотя, например, Багратион, как человек более горячий и склонный к не всегда продуманным действиям, был скорее склонен оказать активное сопротивление. Аполеон, он прекрасно понимает, что в одиночку его армия с Наполеоном точно не справится, он, как и Барклай, отступает сперва к Смоленску, а потом после Смоленску уже объединенная русская армия начинает дальше отступать по Смоленской дороге, по направлению к Москве. Ситуация двуначалия после вторжения Наполеоновской армии 12 июня в Россию становится понятна, что неудачно даже для русского императора. Кстати, здесь у нас примерные движения французов, они разделились на три группы. Основная армия, центральная, Наполеоновская, стремится разобить Барклая или Багратиона, а лучше и того, и другого, причем до их объединения, то есть еще до Смоленска бы, вот до этого места. Соответственно, ну и две группы рангом поменьше идут по флангам. Собственно, после объединения русских войск вместе принимается в итоге решение значения верховного главнокомандующего, им становится Михаил Ларионович Кутузов, но на этот раз это действительно верховный главнокомандующий, а не номинальное лицо, как в случае с Аустерлицем. Вот он принимает армию от Барклая до Толи и продолжает отступать. Судя по всему, Бородинская битва не была задумана, Камерис большой долей версии, может быть, не была задумана Кутузовым изначально, он скорее, наверное, предпочел бы обойтись без нее. И здесь я, может, скажу немножко крамольную вещь, Но дело в том, что Кутузов уступал Наполеону по части тактических талантов. Ну вот сейчас мы даже на плане Бородинской битвы это посмотрим. Толстого, кстати, в «Войне и мире», там пишется, что Наполеон плохо там расположил артиллерию, она не доставала до русских частей. Тогда встает вопрос, откуда вот эти вот колоссальные потери русской армии, при том, что русская армия, собственно, выступала как обороняющаяся сторона, причем на заранее подготовленных укрепленных позициях. Вот тут видны флеши, редуты и так далее. Обычно, если одна сторона наступает, а вторая обороняется, то соотношение потерь у них примерно три к одному, не в пользу, естественно, наступающим. Здесь же мы с вами видим, что французские потери были почти близко к тому, что вдвое меньше, чем российские, хотя наступали именно французы. Значит, в чем одна из причин этой ситуации, при том, что армии примерно равны по численности. Конечно, Бородинское поле не самое, может быть, удобное для ведения войны. Вот как бы ты тут войска не расположишь, они все равно будут разрываться водными путями. Но смысл в том, что, расположив войска вот таким вот образом, Кутузов поставил их буквой «Г», и это позволило Наполеону на одном из этапов сражения вывести артиллерию вот в этот вот угол. И отсюда ввести фланговый огонь сразу в двух направлениях, прочищая не только фронтальную часть русских войск, но еще и практически тылы. То есть там, где полагались войска, еще не вступившие в сражение. Соответственно, французская артиллерия носила колоссальный урон русским войскам, которые, собственно, даже еще не вступили в бой. Отсюда и существенные потери. Вот, когда Кутузов по итогам сражения взвесил последствия ее для русской армии, что примерно треть вооруженных сил убита или выведена из строя на некоторое время, он предпочитает отступить, оставив поле боя французам. Здесь, опять-таки, надо чуть-чуть оговориться. Вородинское сражение закончилось тем, что с наступлением темноты обе армии отошли на позиции, с которых военные сражения, собственно говоря, началось. То есть в ходе самого сражения русские войска, хотя и потеряли некоторые позиции, там как батарею Раевского и Багартионова флеша, но, собственно говоря, серьезно подвинуты все-таки не были. То есть с поля боя нас в ходе боя самого не вытеснили. Соответственно, следующий день должен был начинать, собственно, по большому счету, с того же, с чего начался предыдущий, с тех же самых мест. Но оценив ситуацию, Кутузов решил, что лучше сохранить армию и отступил. Таким образом, с формальной точки зрения, отдав победу Наполеону, который и занимает утром уже опустевшее поле боя. Для Наполеона, скорее, техническая победа. То есть русская армия не была разгромлена, уничтожена, там и выбита. Она благополучно встала и ушла, но, повторюсь, это все-таки поражение. Соответственно, Кутузов отступает к Москве и на Совете в Филях принимает решение о том, чтобы оставить Москву. Собственно говоря, логика была следующая. С потерей Москвы не потеряна Россия, а вот с потерей армии Россия будет потеряна. Москва спешно эвакуируется. И когда 14 сентября Наполеон вступает в Москву, но он еще какое-то время ждал, пока к нему выйдут жители и преподнесут ему ключ от города, при итоге пришло полтора инвалида, потому что из 150-тысячного населения Москвы в городе осталось примерно тысяч шесть. Но Москва приоритет такую грандиозную мышеловку для французской армии. В чем именно заключается мышеловка? Эвакуация происходила крайне спешно. Поэтому если люди еще выехать успели, то эвакуировать имущество или хотя бы попрятать его по-человечески времени не было. А Москва это все-таки богатый город, где есть резиденции, которые мало чем уступят Версалю по обилию живописи, фарфора, золота, серебра и так далее. Поэтому Наполеон с армией практически входит в город-призрак, где людей практически нет, а вот все остальное на месте осталось. И чем занимается вообще любая нормальная европейская, в том числе армия в это время, попав в чужой город? Она начинает грабить. Соответственно, в первую очередь солдат интересует, конечно, алкоголь, которому в Москве тоже осталось предостаточно, что в винных погребах особняков, что в банальных кабаках, ресторанах и так далее. И на любой вкус, от самого низкопробного до такого, который не постесняется у себя держать императорский двор Франции в то время, когда он существовал, соответственно, очень быстро в Москве вспыхивает первый пожар. Он возникает сразу в нескольких местах. Французы винят в этом подлых русских, которые решили спалить свой город, лишь бы не оставлять его французам. Но мне представляется более вероятным следующий сценарий. Как вы понимаете, мы говорим о 19 веке, причем его начале. С электричеством мы знакомы только на уровне экспериментов в лабораториях, поэтому ни о каких-то безопасных фонарях речи не идет. Что, собственно говоря, делает... Где вы вообще в первую очередь будете искать сокровища? Подвалы, чердаки, темные закоулки, сундуки и так далее. И источниками естественного освещения там проблема, поэтому, соответственно, нам нужны источники искусственного освещения. Это в первую очередь свечи и всякие там подручные материалы, из которых делаются факелы. Вот теперь представим себе, что происходит. Когда французская армия численностью порядка 100 тысяч человек, большей своей частью начинает заниматься поиском этих самых сокровищ, приняв на грудь энное количество вина и размахивая, и расхаживая по деревянному, в общем-то, городу с горящими свечами и факелами. Каков шанс, что из этих 100 тысяч хотя бы пара человек не уронит свечку или факел или не ткнет случайно во что-нибудь легко воспламеняющееся? Ну, стремится к нулю, если честно, как мне представляется. Поэтому, скорее всего, первый пожар в Москве был вызван сугубо безалаберностью, собственно, самих французов. Когда чуть позже произошел второй пожар, и эти два пожара практически полностью уничтожили Москву. А для Наполеона это колоссальная проблема. Дело в том, что войска в те времена не были предназначены для ведения войны в зимнее время. То есть, если военные действия не заканчивались летом, соответственно, они приостанавливались до тех пор, пока не потеплеет, а армии расходились на зимние квартиры. То есть, расквартировывались у местного населения, либо возвращались в казарму, если такая возможность была. Вот Москва с ее обширным жилым фондом была прекрасным местом для зимовки. Благо, московские власти, отчасти в силу безалаберности, отчасти опасаясь собственного вооруженного народа, оставили французам не только впечатляющие запасы продовольствия, но даже пороха, ружья, пистолеты, сабли и так далее. То есть, если бы французская армия потеряла каким-то образом все свое вооружение и боеприпасы на Бородинском поле, здесь бы они могли вполне восполнить утраченное. Но проблема в том, что пожары это все благополучно уничтожили, а заодно и место для, собственно говоря, спокойного пережидания зимы. Поэтому Наполеону в сердцах попытался взорвать московский Кремль, правда не преуспел в этом. С одной стороны, возможно, поработали действительно партизаны, которые подлили пороховые заряды банально водички и не дали пороху взорваться. В случае, например, с колокольни Ивана Великого там французов подвела русско-итальянская инженерная мысль. Колокольни Ивана Великого построены практически в похожей схеме, как потом уже будут строить заводские трубы. То есть у нее есть металлический каркас, практически арматура. Соответственно, для того, чтобы такую конструкцию развалить, требуется сперва эту арматуру найти, проложить точечный зарядок каждой арматуре, а не подорвать их, что нарушит структурную целостность самого здания целиком, а потом уже пытаться подорвать само здание. А в данном случае взрыв, попросту говоря, повышибал часть кирпичей между арматурными прутями. Но на целостность самой конструкции это практически не повлияло. То есть кирпичом дырку заложил и нормально. Так что не преуспев даже здесь, Наполеон пытается сдвинуться на юг. Он берет маршрут на Калугу, там находятся обширные продовольственные склады. И, соответственно, оттуда планирует выйти на Тулу. Это главный российский арсенал, после чего возможно сместиться дальше к югу и там уже переждать зиму, с тем, чтобы летом начать наступление, весной даже скорее наступление в сторону Петербурга, вероятно. По дороге у него, соответственно, лежит Малоярославец. Но вот Кутузову как раз такой сценарий представляется крайне нежелательным. Ему как раз надо, чтобы французская армия была максимально ослабленной. Поэтому под Малоярославцем русская армия встречает французскую и дает ей отчаянный бой. Несколько раз город переходит из рук в руки. В конечном счете французам удается оставить Малоярославец за собой. Сражение за Малоярославец это второе по масштабу сражение войны 12-го года после Бородинской битвы. И оно тоже, получается, было выиграно французами. Но потери французской армии таковы, что Наполеон прекрасно понимает, что еще одно-два таких сражения, а Калуги, Кутузов явно не планирует пропустить его без боя дальше. Вот Москва для Кутузова не представляла собой стратегической ценности, а вот Калуга и Тула да. Соответственно, еще одно-два таких сражения у Наполеона просто не останется армией боеспособной. А Россия все-таки свою армию пополняет. Наполеон, конечно, тоже в Москву подходили под крепления из Франции, но не так быстро, как хотелось бы. А теперь это еще и более проблемная задача становится. Поэтому Наполеону приходится принять очень непростое решение. Вместо дальнейшего наступления начать отступление из России. Причем, поскольку направление на Калугу и Тулу перекрыто, ему приходится возвращаться туда, откуда он, собственно говоря, пришел. На старую Смоленскую дорогу. Поэтому из Малоярославца он двигается на Вязьму. Преодолев этот маршрут за пять дней, это достойно чудо-богатырей Суворова. И начинается планомерное отступление французской армии по старой Смоленской дороге. Значит, а отступление французской армии, оно тоже сопровождается постоянной потерей людей. Все-таки это, конечно, не крещенские морозы. И про генерала Мороза говорить тут, ну, погода, конечно, стояла не самая благоприятная. Но все-таки нельзя сказать, что французская армия замерзла там в снегах. Это все-таки не декабрь, не январь. Обращаю ваше внимание, что даже Березину, собственно говоря, наполеоновская армия форсировала в середине ноября только. Но тут, собственно говоря, русская армия активно преследует французов, навязывая ей арьергардные бои. А стоит отойти с дороги там буквально на пару метров, вы попадаете на территорию, которую контролируют партизаны. Причем партизанские отряды были весьма разнообразны. Это могли быть и крестьянские отряды с вилами и рогатинами, а можно было наскочить и на отряд под командованием, скажем, Дениса Давыдова. Или там Платова. То есть это полноценные армейские отряды, одетые, правда, в гражданскую одежду и отрастившиеся бороды, чтобы их местное население не перепутало с французами. По-первых, и такое случалось. Но они имеют военную дисциплину, армейское вооружение, знакомо с тактикой и стратегией прекрасно, и на вооружении у них даже есть легкая артиллерия. То есть такие отряды вполне могли позволить себе напасть даже на достаточно крупное французское подразделение, отбившееся от основных сил. Соответственно, когда Наполеон в итоге покидает Россию, по разным оценкам у него под рукой остается от 10 до 2-3% армии, с которой он вошел внутрь России. То есть потери колоссальные за 90% армии, а если считать, что подходившие подкрепления после пересечения Немана, то, собственно говоря, вся французская армия, которая вошла внутрь России, она в России и осталась. Либо, так сказать, повысила плодородность почву, простите меня за столь грубую метафору, либо, соответственно, в качестве военно-пленных. То есть получается, что Наполеон выиграл два основных сражения, ну, пускай там не безоговорочно, в ходе войны, но саму войну проиграл, причем проиграл не просто, а потерпел сокрушительное поражение, потеряв всю свою армию без преувеличения. То есть Кутузов, может быть, уступая Наполеону как тактик, переиграл его как стратег. Если Наполеон видел шахматную партию в пределах того, как съесть одну, ну, максимум две ближайшие пешки, то Кутузов, собственно говоря, видел всю партию от первого до последнего хода. И закончил ее, ну, практически матом. Все, что спасло Наполеона от окончательного поражения в виде пленения русскими войсками, это то, что перехватить самого Наполеона и остатки его армии около Березины должен был Чичагов, который, вообще-то говоря, командует Дунайской армией, был адмиралом. То есть у нас флотоводца отправили ловить лучшего полководца Европы своего времени. Идея заранее обреченная, в общем-то, на провал. Чичагов, конечно, что мог и сделал, но, повторюсь, Чичагов был неплохим адмиралом, но командовать судами на море и сухопутными войсками на земле, это не одно и то же, а учитывая, кому ему приходилось противостоять, то задача становится израздела действительно миссия невыполнима. 25 декабря на православное Рождество Александр I издает манифест о завершении Отечественной войны и новый, 13-й год, русская армия отмечает переходом своей западной границы и началом западного похода русской армии с целью освобождения Европы от французских захватчиков. Вот, первоначально командовал русскими войсками Кутузов, потом его сменят Витгенштейн и Барклай-де-Толли, когда Кутузов скончается во время похода. Вот, одним из крупнейших, ну, собственно, самым крупным, наверное, сражением этого периода становится Лейпцигская битва, или так называемая битва народов в октябре 13-го года, в которой Наполеону по первости даже сопутствовала определенная удача, но, как мы с вами видим, к концу сражения численность антифранцузских сил, собравшихся под Лейпцигом, практически вдвое превзойдет французскую армию. И их, попросту говоря, задавят числом. Французская армия вынуждена отступать. Периодически Наполеон дает арьергардные сражения, в которых нередко побеждает, даже уже на территории Франции, дай бог памяти, порядка 14 сражений, которые он дал уже на территории самой Франции, вот в 14-м году. 12, по-моему, он выиграл и 2 свел в ничью. То есть он показывал просто чудеса полководческого искусства, но численное превосходство есть численное превосходство. Оно позволяет и одерживать победу над более талантливым полководцем, все-таки у любого таланта есть свои ограничения, и действовать по нескольким направлениям, поскольку, собственно, Наполеон, опять-таки, во Франции все-таки один. Его маршалы, конечно, хороши, но до наполеоновских талантов им далеко. Когда русские войска занимают Париж, Наполеон было порывался броситься его освобождать, но тут уже его маршалы даже отказались ему повиноваться, и он вынужден был отречься от престола. Судьба Европы решилась сперва на Венском танцующем конгрессе в 14-15-м годах. Почему танцующий? Потому что там собрался весь свет Европы, включая русского, прусского, австрийского монархов, не считая более мелких персонажей, типа там канцлеров, министров и так далее. И, собственно говоря, дипломатические переговоры прорывались время от времени. Там каждую неделю проходили какие-нибудь званные ужины, балы, банкеты и так далее. И, соответственно, на этом союзе была сформирована политическая карта Европы после наполеоновская и сформирован священный союз, нацеленный на предотвращение революционных волнений в Европе и, соответственно, на борьбу с любыми проявлениями революционного духа, против которой, собственно говоря, предпринимались коллективные усилия, в первую очередь со стороны России, Австрии и Пруссии. Вообще, в этот священный союз включились практически все европейские монархи, за исключением трех. Англичане просто придерживались политики блестящей изоляции, то есть они не включались ни в какие союзы, которые не имеют четко поставленной цели и четко оговоренных временных рамок. Ну, за исключением тех случаев, когда ситуация, как в случае с Наполеоном, затрагивала их жизненные интересы. А вот турецкого султана ему попросту отказали, поскольку он мусульманин, простите, а все остальные это христианские монархи, это священный, то бишь, в том числе и религиозный союз получается. Вот. И Папы Римского. Вот здесь я грешным делом не знаю, по какой причине Папа Римский оказался вне этого собрали. По большому счету, все остальные европейские монархи в этом союзе хотя бы номинальное участие принимали. Ну, и, собственно, он провел три конгресса для подавления революционных движений там в Европе. А вот. Значит, и мы плавно с вами переходим к следующему персонажу, младшему брату Александра Первого, Николаю Павловичу. И начнем мы, собственно говоря, с проблемы правления, то есть декабристов. Значит, ну вот, если кто смотрел фильм «Союз спасения», я, честно говоря, говорю сразу, предупреждая возможный вопрос, я его не смотрел, но обращаю ваше внимание, что «Союз спасения» это даже не декабристская, а протодекабристская организация, которая, собственно говоря, относится к предпредыдущему поколению, получается, этих организаций. То есть это первая организация подобного толка, насчитывавшая около 30 человек всего-навсего, сформированная из аристократической молодежи, причем в подавляющем своем большинстве с погонами или палетами. Вот возглавлял ее Муравьев, полковник генерального штаба в возрасте 23 лет. То есть мы с вами прекрасно понимаем, даже для реалий XIX века, даже при условии исключительной одаренности Муравьева, в 23 года полковником генерального штаба можно было стать, только имея очень и очень хорошие связи в самых высоких кругах. Соответственно, перед нами не организация, созданная какими-то бунтовщиками из низшего сословия, это «золотая молодежь», выражаясь современным языком. Декабристы вообще называли себя детьми 2012 года, я сейчас попробую в двух словах объяснить, почему это происходит. Значит, война – это крайне неприятное явление, на которой людей убивают, причем убивают наиболее достойных, тех, кто не прячется за чужими спинами, и в силу этого происходит в том числе и резкое обновление офицерского состава. Тем более, что в русской военной традиции, в отличие от европейских уставов, офицер всегда должен был идти впереди личным примером и личной храбростью, вдохновляя солдат на бой. В европейской традиции офицер обычно шел сбоку или вообще сзади в роли такого погонщика при пушечном мясе, и только в России потери среди офицеров в процентном соотношении превышали потери среди рядового состава. То есть, грубо говоря, если там в целом потери после боя могли насчитывать 20%, офицеров могло полечь 50-60% запросто, потому что они шли впереди. Причем это касалось на самом деле всех уровней, там в некоторых случаях вплоть до генерала. Был даже такой довольно забавный, если можно так выразиться, эпизод, когда некоторое время обороной уже в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, Ленинграду у нас отправили командовать Михаила Семеновича Буденного. Так он сподобился шашкой на голо повести солдат в атаку, будучи, простите, одним из пяти высших военных чинов в стране. Его там не убили, но после этого с командования убрали, решив, что, наверное, не в его немножко годы, в его положении лично с шашкой бегать в атаку все-таки. Времена чуточек изменились. Ну просто это вот как иллюстрация к тому, какие у нас армейские традиции в стране были. Ну так вот, значит, система в следующем. У нас погибает огромное количество офицеров, соответственно, их места занимают молодые люди, иногда только что из дворянских семей, так сказать, прыгнувшие в офицерский мундир, и они оказываются в ситуации, когда они тесно взаимодействуют с солдатами, то бишь, к большому счету, с крестьянской массой. Причем для младшего офицерства этот контакт очень тесный, они порой и одного котелка есть могли с своими солдатами, поскольку там во время всех этих отступлений, наступлений не всегда была возможность как-то с комфортом отдельно расположиться, там организовать приготовление еды отдельно и так далее. То есть в бытовом плане они куда теснее взаимодействуют с солдатами, чем до этого. Более того, они, собственно говоря, проходят всю эту Россию огромную своими ногами или там верхом на лошади, ночуя в тех же крестьянских избах, общаясь с теми же крестьянами обычными, и потом они попадают в Европу и видят разительный контраст между тем, как выглядит Россия и как выглядит Европа, как выглядит страна-победитель с зачастую практически нищими, два влачащими, сводящими концы с концами забитыми крестьянами в полуразвалившихся домах. Ну, я в некотором роде утрирую, там смотря в какую деревню попадешь и у какого помещика, но в целом европейское село выглядело куда более приглядно, чем российское. Вот опять-таки статистика штука интересная, она хорошо работает на больших числах и плохо срабатывает на конкретных примерах. Ну, вот поскольку, так сказать, у людей, прошедших по России и практически всю Европу, то есть русской армии в 2012 году пришлось пройти даже дальше, чем нашей армии в 1945, соответственно, оптестических наблюдений у них был довольно обширен. И они начинают задаваться вопросом, собственно говоря, а почему у нас все не так, почему на европейском фоне мы выглядим достаточно печально. И вывод находится, это самодержавный строй и это крепостное право. Соответственно, вот этот опыт эмпирических наблюдений плюс традиции воспитания в духе французского просвещения, поскольку это все-таки правительство, так сказать, элита, которая воспитывала в достаточно либеральном духе. Сперва кто-то из отцов воспитывался во времена либеральной Екатерины, потом, опять-таки, Александр I, первый период его правления, достаточно либеральный период, и посмотрим даже на тех же выпускников царскосельского лицея, которых воспитывали от них не в духе консерватизма. Соответственно, вот появляются революционные идеи. Наиболее активным и одним из наиболее агрессивных, наверное, участников этого союза спасений становится Пестель, который участвует в составлении статута, то бишь устава общества, и в этом статуте общество получило очень пафосное название «Общество истинных и верных сынов Отечества». Ну, в обществе зрели противоречия, часть, скажем так, не стремилась уйти дальше, просто обсуждение, как плохо мы живем, другая часть задумывалась о возможных способах решения проблемы вплоть до цареубийства. Вот, поэтому силу накопившихся противоречий, а также желание, скажем так, избавиться от некоторых членов общества типа того же Пестеля, общество принимает решение о самороспуске, и через некоторое время возникает вторая организация, куда более масштабная, союз благоденствия. У него уже был управляющий центр, состоящий из коренной управы и думы, и общая численность общества порядка 200 человек, причем оно имело еще региональное отделение, вот, но опять-таки ориентировалось оно преимущественно на представителей не просто дворянских, но аристократических кругов, и не просто даже аристократию, но представителей офицерства, и даже не просто рядового офицерства, а с упором на генеральный штаб и гвардейские полки, то есть это самые сливки офицерского состава страны, на самом-то деле. Причем, повторюсь, там большинство из них очень молодые ребята, и в силу того, что отчасти карьера пришлась на войну 12-го года и последующие события, то есть из-за убыли офицеров на полях сражений, соответственно, те, кто выживал, могли сделать карьеру достаточно быстро, и по причине того, что большинство из них и происходили из очень непростых семей, и, соответственно, карьеру это делать им помогало тоже, хотя и личные дарования у многих были вполне себе намного выше среднего. Устав Союза благоденствия «Зеленая книга», часть из-за цвета бумаги, на которой он был написан, но опять-таки там накопилось достаточный объем внутренних противоречий, они предпочитают самораспуститься в 21-м году. Пестель ждал, что объявится о перезапуске общества, но не дождавшись, создает уже в марте на базе регионального отделения Союза благоденствия Тульчинской управы, южное общество, во главе которого, собственно, сам и встает. Вот. В какой-то мере, если использовать термины, сложившиеся уже к 40-м годам 19-го века, мы можем говорить о том, что южное общество было в какой-то мере пропитано некой такой протославянофильской идеологией. Почему? Программный документ общества «Русская правда», отсылающий к русской правовой традиции. Соответственно, сейчас к этому тогда положению вернемся. Верховная власть предоставляется законодательной народному вече, исполнительной державной думе, контрольная власть Верховному собору. То есть, опять-таки, отсылка к некогда существовавшим в России политическим структурам, хотя и несколько с другим содержанием, но обращаю ваше внимание, не буду себе присваивать этот афоризм, если может так выразиться, в свое время, когда вышел фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», один из критиков обозвал его «Мерседесом», расписанным под хохлому. И вот при всем таком славянофильском флёре, который присутствует в Южном обществе, мы с вами видим, что основные положения русской правды, это положения, которые опираются не на русскую политическую традицию, а на идеи французского просвещения. Всеобщее равенство перед законом. Мы сейчас не говорим о том, правильно это или неправильно, подчеркиваю. Идеи-то хорошие, но смысл в том, что основные идеи, это все-таки идеи французского просвещения и европейской политической мысли. Поэтому в каком-то смысле Южное общество это Мерседес расписанный под хохламу, ну или вернее Ситроен, если уж брать за основу первоисточники идей. Ликвидация крепостного права и собственно говоря на самом деле то, что отчасти роднит идейно Южное общество с русской политической традицией это довольно авторитарная модель управления страной по крайней мере на переходном периоде. Северное общество возникло номинально чуть-чуть попозже во главе с Муравьевым и Тургеневым. Их программный документ Конституция, так что в данном случае у нас Ситроен, так сказать, разрисованный под Ситроен без хохламских узоров на борту. А вот социально-политическое устройство они видят несколько более консервативным, все-таки это конституционная монархия по английскому образцу, административно-территориальное устройство федеративное, у Пестеля, кстати говоря, унитарное, структура власти предполагает деление на исполнительную законодательную и судебную в соответствии с идеями французского просвещения. Здесь тоже отсылок к некоторым древнерусским традициям не удержались, высшим законодательным органам провозглашается народная вечер, но допуск к участию в избирательной кампании как в качестве избирателя, так и тем более в качестве кандидата ограничивается достаточно серьезным имущественным цензом. Про то, что речь идет только о совершеннолетних мужчинах, мы с вами, я думаю, говорить не должны дополнительно, поскольку речь идет все-таки о 19 веке. Собственно говоря, это тот период, когда женщина уж, простите мне, рассматривалась скорее как друг человека, чем как полноценный человек. В этом были свои плюсы, скажем, женщины налогов не платили и за женщин налогов не платили, но в правовой статус у них был довольно ограниченный, хотя вот для России это в какой-то смысле, наверное, странно, потому что 18 век прошел под веком правления женщин в России. А вот, соответственно, высшая исполнительная власть представляется в виде императора, являющегося также верховным главнокомандующим, который также назначает министров и судей. Во главе северного общества состоит опять-таки Дума по русской традиции из трех человек Муравьева, Трубецкого и Оболенского. И вот в таком состоянии у нас два революционных общества подходят к 25 году. И вот здесь происходит интересное событие. Александр Первый вроде как умирает в Таганроге. Умер ли он там на самом деле или пошел странствовать по России, инициировав свою смерть и замаливать грехи. Он, в частности, считал, что вторжение того же Наполеона и, кстати, собственная бездетность, то есть у него не было наследников по мужской линии. Это как раз божественное наказание за отца убийства. Это вопрос до конца не ясный не только современным историкам, но и историкам из числа романовых. Среди них особенно в 50-60-е годы 19-го века было несколько человек, очень серьезно занимавшихся отечественной историей, и они как раз тоже пытались разобраться, был все-таки Александр, умер ли Александр Первый в 25-м году или нет, но в конечном счете даже они не смогли это выяснить окончательно. Возможно, последний, кто это точно знал, был Николай Первый. После того, как стало известно о смерти Александра, страна присягает второму сыну Павла, Константину Павловичу. Но Константин Павлович лечился тем, что незадолго до этого вступил в марганатический брак, то есть с девушкой, пускай с благородной, но не королевской семьи. А проблема этого брака в том, что дети от такого брака прав на престол не имеют. Если сам Константин права на престол сохраняет, то его дети уже нет. Соответственно, Александр, пригласив Константина на деликатный разговор, убеждает того в 23-м году отречься от престола и передать престол соответственно младшему брату Николаю, чтобы потом не заниматься проблемой передачи престола наследия уже тем, получается, потомком третьего брата или самому третьему брату на старости лет. Собственно говоря, проблема-то заключается в чем? Об отречении Константина и первенствующем положении Николая в качестве наследника известно крайне узкому количеству людей. Крайне узкому это буквально несколько человек в стране. Поэтому, повторюсь, первоначально все принимают присягу Константину и даже Николай ему присягает. Хотя он по идее в курсе, что на самом деле наследник того. Когда вспоминают о том, что Константин вроде бы отрекся, Константин дает очень странный ответ на тему того, что я своего прежнего решения не меняю, но какое-то решение он почему-то решил не озвучивать. Вместо того, чтобы сказать, ребята, вы чуть-то не тому присягнули, у меня вообще-то брат должен быть императором, вот давайте-ка присягать ему. Значит, создается ситуация между царствием, если первоначально, когда стало известно о присяге Константину, известному своими либеральными тоже воззрениями, декабристы решают, что, в общем-то, в революционном пути переустройства России смысла нет, их теперь задача сделать себе карьеру при дворе, что с их возможностями не сильно сложно, и стать вот такой мощной социальной либеральной опорой, опираясь на которую, Константин сможет провести все те преобразования, ну или хотя бы часть из них, на которые они все рассчитывают. Но тут становится известно о переприсяге Николаю. Николай известен как раз своими консервативными взглядами, и тогда декабристы решают, что надо все-таки, да, декабристы, если что, это историческое название, сами себя не так не называли, по крайней мере, до выступления, появляется гениальная идея прийти с утра пораньше к Сенату, как к единственному органу правления в стране, который в какой-то мере может соперничать по авторитету с императором. Кстати, самое интересное, что арест как-то императора в планы восставших первоначально не очень-то входил. Заставить его провозгласить Конституцию, вот, командовать всем этим должен был старший по званию среди декабристов полковник гвардии Трубецкой, то есть, соответственно, для обычной армии это аналог получается генерал-майора. И, соответственно, офицеры проводят агитацию в своих частях с призывом выступить в защиту попранных прав на престол Константина, выставляя Николая таким узурпатором под лозунгом «За Константина и Конституцию». Правда, тут проблема. Солдаты понятия имеют, что такое Конституция, в отличие от своих офицеров, они люди не очень образованные, так что решили, что Конституция, наверное, жена Константина. Ну, значит, за Константиной Конституцию. Вот. И вот тут начинается первая проблема. Николай, ну, то ли по случайному стечению обстоятельств, то ли все-таки, поскольку сигналы о деятельности общества поступали еще Александру Первому и Николай был в курсе, к нему незадолго перед этим одним из декабристов пришел и честно признался в подготовке переворота. Правда, сказал, что дворянская честь не позволяет ему молчать, но назвать имена участников он тоже не имеет права. Вот. Россия, так сказать, страна непуганных рыцарей, поэтому Николай сказал, хорошо, я признателен вам за вашу прямоту и признаю, признаю вашу честь, так что не буду допытываться о том, кто является участниками заговора. В любой нормальной европейской стране этого деятеля тут же посадили бы на дыбу и он бы рассказал имена всех участников заговора, кого знает, а также о ком слышал, предполагал и так далее. Вот. Поэтому Сенат собрали в 7 утра, он присягнул императору и разъехался по домам. А вот первые декабристы появились под стенами Сената только к 11 утра, ровно в полдень, как проснешься, что называется. Порядка 800 человек, Трубецкого нет, в Сенате пусто, что делать непонятно, ну стоим ждем. Начинают подходить новые части, что делать они тоже не знают, соответственно, вот собираются, стоять ждут. Общее количество декабристов, которые собрались там под конец этого мероприятия, достигает 3000 человек. Значит, узнав о таком собрании, Николай, в сопровождении привязавшегося практически к нему хвостом караульного взвода, который решил, что, наверное, император в одиночку отправился отпускать все-таки нехорошо, пребывает на Сенатскую площадь и пытается договориться с солдатами, офицерами на тему того, чтобы прекратить безобразие. Вот, на минутку. Идеальный вариант для переворота, да, император, при нем караульный взвод, это, соответственно, в оптимистичном варианте человек 30, в реальности, скорее всего, человек 12, вряд ли больше. Вот, и, ну, даже если там 800 человек изначально, то есть арестовать императора не проблема. У него ничего подобного не происходит. И говорят, нет, мы будем стоять на своем, Николай, ну, подумайте еще, я пока пойду тоже подумаю. И расходятся. Значит, на переговоры к восставшим отправляют генерал-губернатора Петербурга Милорадовича, героя войны 12-го года, прославившись своей личной доблестью на поле боя, которого почитали, перед которым преклонялись практически все и солдаты, и офицеры. Вот, и понимая, что этот человек действительно может убедить солдат прекратить сопротивление, Каховский стреляет ему в спину, а Боленский еще и штыком добавил от себя. Милорадович был смертельно ранен, потом приходил митрополит Петербургский-Ладожский вместе с митрополитом Киевским, который тут в гостях как раз находился по случаю. Они тоже договориться не смогли, и когда начинает уже садиться солнце, Николай убеждает, что, ну, собственно, время для переговоров истекает, и отдается приказ о применении артиллерии против восставших. Несколько выстрелов к картечу восставших обратили в бегство. Большая часть, соответственно, они все были в дальнейшем, кто не погиб от картечи, арестованы и попали под суд. А узнав уже о провале восстания в Петербурге, южное общество поднимает восстание в Черниговском полку и пытается начать революционный подъем на юге России, но их быстро изолировали и, совершив несколько неудачных попыток расширить ареал восстания, привлекая новые части, в конечном счете части, взбунтовавшиеся части Черниговского полка были изолированы и, соответственно, разгромлены. Пять наиболее активных участников загора были приговорены к смертной казни через четвертование, замененное повешением. Но четвертование, когда сперва руки, потом ноги, потом голову отрубают, если что. И казнили их как раз напротив Петропавловской крепости. Это сейчас территория Музея артиллерии инженерных войск и войск связи. Вот как раз на этом месте обелиск стоит. Ну, тогда на этом мы, наверное, прервемся по внутреннюю политику. Николая поговорим уже на следующем занятии. Если есть какие-то вопросы, то пишите в чат, я тогда постараюсь на них сейчас оперативно ответить. Вот, если вопросов не будет или появятся чуть попозже, то, соответственно, можно будет задать их в начале следующей нашей с вами встречи, в следующую субботу. И я постараюсь ответить на них уже тогда в тот момент. в следующей субботу. В следующей субботу. В следующей субботу. вопросов нет. Тогда всего доброго и до следующей встречи. в следующей субботу. В следующей субботу. В следующей субботу. В следующей субботу.